Привет, ребята! Привет всем! Привет! Хочется поприветствовать поклонников шоу импровизация, поклонников импровизация команды, участников импровизация команды и всех тех, которые просто в этот чудный вечер за чашечкой чая решили посмотреть какой-нибудь видосик. Абсолютно верно. Друзья, зачем мы здесь собрались? Проект импровизация команды уже не то, что он набирает обороты, он уже набрал обороты и вовсю несется в свое успешное будущее. По рельсам. Он встал на рельсы и несется по этим рельсам. Импровизация команды это новый проект Comedy Club Production в котором команды, команды импровизаторов соревнуются, кто же из них круче, кто из них смешнее и так далее. Уже прошел один сезон проекта импровизация команды, который он назывался Осень 2018. В нашем проекте есть две сцены. Это сцена Москва-2 и сцена Москва-1. Вот краткое содержание первого сезона Москва-2. Значит, они играли-играли, побеждали-побеждали, и команда из Курска под названием Курский стала чемпионом. Чемпионом сцены Москва-2. И перешла команда Курский, перешла на сцену Москва-1. Это краткое содержание сцены Москва-1. Как вы можете понять из названия, один лучше, чем два? Абсолютно верно. Здесь восемь лучших команд, здесь шестнадцать, ну назовем их нормальных. Шестнадцать нормальных, восемь лучших. Лучшее нормальное становится лучше и попадает в список лучших. Лучшее из лучших просто попадает в еще один сезон в надежде, что однажды это станет телевизионным проектом. Сегодня мы здесь для того, чтобы рассказать про сезон под названием Весна-2019. Абсолютно верно. И прямо сейчас мы проведем жеребьевку. В прошлом сезоне мы проводили жеребьевку только на сцене Москва-1. Сегодня мы проведем жеребьевку и на сцене Москва-2, и на сцене Москва-1. То есть все участники узнают своих противников на первых этапах. Противниках на этапах. Противниках на этапах. Поддержанный казус. Мы попробуем сегодня дать некоторые комментарии по всем командам. Насколько бы шуточными не показались наши комментарии, помните, что все они несут какую-то практическую пользу. Это мы обращаемся к командам. Если вдруг мы шуточно называем команду... Жгучие Москва. Жгучие, да. Слишком жгучие. Это значит, мы имеем в виду, что надо что-то исправить. Ну, Фот, что с тобой, блядь? 16 команд, которые будут принимать участие в проекте на сцене Москва-2, мы разобьем на две корзины. По 8 команд. Что это значит? Это значит, что сначала мы вытащим все команды из одной корзины и распределим по одной восьмой финала. Нам покажут табличку, нет? Господин, покажет табличку? Абсолютно верно. Сначала из одной корзины мы вытащим 8 команд и распределим их по одной восьмой финала. Соответственно, А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, И, Ч. Корзины, это, ну, они условные. Здесь на постпродакшен дорисуется корзина. Вообще, вот я уже у себя выложил в корзине. И вы можете обратить внимание, что тут 7. Потому что мы, когда взглянули на список команд Москва-2, мы поняли, что у нас есть команды, которые первый раз играют в сезоне Москва-2, а есть команды, которые уже в сезоне участие принимали. Мы решили... Ну, кстати, не очень я правильно говорю. Есть команды новенькие, а есть те, которые играли либо на сцене Москва-2, либо на сцене Москва-1. Они тоже у нас в категорию стареньких. Так вот, получилось так, что одних команд 9. 9. Это стареньких. Стареньких. А новеньких 7. А нам надо 8 и 8. Поэтому вот здесь у меня 7 новеньких. И нам нужно вот из этой стопочки добавить туда еще одну команду. Да, абсолютно хаотично. Мы сейчас просто Антоша перетасуем, я вытащу, и какая-то команда уйдет вот в эту корзину. Я так все вижу. Так. Давай вот так тебе, как в этом... Как в... По кирке. Как в по кирке. Тащи любую команду. Тащи, я не вижу назвать. Бестыжие Москва... Бестыжие Москва отправляются в корзину... Номер 2. Да. Все готово. Жеребьевка сцены Москва 2. Сначала тянем 8 команд из первой корзины. Итак, в одну восьмую финала под названием А. А. Первой отправляется команда... Спонтанная Москва. Спонтанная. Они... Это полуфиналисты прошлого сезона сцены Москва 2. Полуфиналисты прошлого сезона. Так, а напомни, они у нас победили Бестыжих. Да. Они у нас победили Медовых. Ага. Из Уфы. У тебя есть какой-нибудь совет спонтанный? Спонтанный. У меня только один совет, который я им постоянно говорю. Не проигрывать в полуфинале. Не проигрывать в полуфинале это раз. А во-вторых, там должна играть не только очаровательная девушка Марина. Там должны играть все четыре участника команды. И тогда у них все будет замечательно. Угу. Соглашусь. Ну что, в одну восьмую финала под названием Б. Отправляется команда Суровый Челябинск. Суровый Челябинск. Ты знаешь, что это команда? Конечно, знаю. Они... Короче, там есть чувак такой накачанный. Ну, он так выглядит. Вот. Они вообще все такие мощные прям. Мне нравится, что, во-первых, они называются круто. Ну, вот ты когда ТГ Челябинск, ты сразу представляешь что-то суровое и мощное. Вот они суровые и мощные. Суровые они называются, мощные они визуально. Но они у нас проиграли во второй игре, поэтому в этом году мы им пожелаем чуть-чуть продержаться подольше. Все-таки из Челябинска ездить далековато, чтобы проигрывать Минск. Чтобы, да, проигрывать. Но они проиграли Минским, а Минский, наверное, это не секрет, они уже в М1. Да, да, да. Поэтому Суровый Челябинск, давайте. В одну восьмую финала. Под названием С отправляется команда Громкие Воронеж. Великая, легендарная команда. Легендарнейшая команда. Я могу сказать, что она моя любимая. Да? Конечно. Громкие Воронеж. А мы? Ну, после нас. Громкие. Что можно сказать громким? Громкие проиграли в прошлом сезоне в первой же игре. Во что я до сих пор не верю. Я даже специально не приехал в эту игру, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы потом говорить, что я не верю. Мы просто знаем ребят из громких, мы когда-то вместе выступали, и поэтому в этом году пожелаем им... Видите, как у нас все честно вообще? Оцените, пожалуйста, честность наших лиц. То есть мы с ребятами выступали, а они проиграли в одной восьмой. Во-первых, это ребятам звоночек, а во-вторых, как у нас все честно. Очень честно. Самое честное соревнование в юморе. Если они вылетят опять в одной восьмой, то получается наша... очень прикольная костюма. Очень, да. Кстати, это хорошая идея для других команд. Что когда мы говорим наряжаться в черное и красное, не обязательно просто наряжаться, как мы, в черное и красное. Можно еще как-то пофантазировать. Можно, конечно, нарваться на миллиард шуток из Курска по поводу своего... Как это произошло на финале М2. Зато это было ярко, и мы это запомнили. Не то, чтобы именно из-за этого мы не взялись в М1, но знатная и крутая команда. Крутая, крутая. Продолжаем. В одну восьмую АБЦДЕ отправляется команда «Разная Москва». О-о-о-о-о! Эта команда... О-о-о! О-о-о-о! По-другому про них и не скажешь. Эта команда участвовала в сезоне «Москва-1» в прошлом году и проиграла в первой же игре. Кому они проиграли, напомни? Сами себе. В первую очередь. И немножко... Тамбову. А, Тамбову, да. Тамбов, будущий чемпион. Поэтому разные... Проиграли чемпионом, поэтому... Поэтому разные, да, думают, что проиграли чемпиону, и как бы это не обидно. Чтобы дать им понять, что это обидно, мы их отправили в М2. Мы желаем им удачи, там тоже есть наши друзья, тоже там есть люди из... Там есть даже ведущие сцены «Москва-2». Да, и люди из Воронежа, и поэтому удачи им. Но, напоминаю, у нас всё честно, поэтому в одной восьмой над вами висит секира от любой из этих команд. Давай. В одну восьмую под литерой «Ф» отправляется «Жигулёвский Самара». Так, «Жигулёвский Самара». Мне очень нравится название, потому что, как и всё в Самаре, а «Жигулёвский». Как ты правильно заметил, название, оно должно как-то ассоциироваться с городом, правильно? Ну, если есть такая возможность. Я понимаю, что, например, когда живёшь в... В Воронеже? Хотя бы. Очень трудно. Ну, почему? Ну, можно было назвать... Ну, вот «Громкий Воронеж» – это хорошее название? Ну, мне не очень. Не очень нравится. А «Жигулёвский»? А «Жигулёвский» нравится. Очень хороший. Нет, я понимаю, что, конечно, все команды, которые так называются, они застолбили за собой первыми это название. То есть «Суровый» из Челябинска, если появится ещё одна команда из Челябинска, она уже не сможет называться «Суровый». Ну, можно подумать чуть-чуть. «Жигулёвский» – норм. Ну, потому что сразу понятно, что откуда-то оттуда. Вот как теперь называться команде из Тольятти, если она появится, это другой вопрос. Что ты о «Жигулёвских» знаешь? К сожалению, к сожалению, к большому для «Жигулёвских» это в основном вся информация, которую мы помним. Поэтому нужно поднажать, ребят. Нет, я знаю про «Жигулёвских», что они проиграли в 1.8 М2. Ну, вот тебе великая информация. Нет, ну, в том смысле я оттуда помню, между прочим, даже одного человека. Нет. Который очень похож на Владимира Владимировича Путина. К людям вообще нет претензий. Все люди хорошие, всех людей мы помним. Не то, чтобы я сейчас имел в виду, что в Самаре все плохие люди. Ну, просто я имею в виду, что к команде «Жигулёвским» надо поднажать. Чтобы не проигрывать знатным, 4-2 в первой игре. В 1.8 «Жи» отправляется команда «Свои Москва». «Свои Москва». Это команда, которая дошла до четвертьфинала М2 в прошлом году. Вот если, кстати, докапываться до названий, мы же что-то эту тему ведем. Вот это вообще непонятно для меня. Что за «свои»? Что «свои»? «Свои». Это «твои»? Нет. Не «мои». А чьи? Ну, что это такое? Во-первых, странно, что... А «Жигулёвский» они, бля, чьи, напомню. «Жигулёвский» — это «Жигули». Сама, ладно. Сзади, на машине, на пищу. Хорошо, ладно. Если бы «Воронеж» назывался «свои», мы бы хотя бы понимали, что «а, свои», типа «а». А «свои». А это «свои». Ну, это как бы ты понимал? Как бы ты это понимал? Ну, мы с ними играли. А, ну, это ты бы понимал, но остальные-то никто бы не понимал. Для всех это бы тоже было плохое название. А сейчас вот «свои». Ну, что «свои», что «свои». Я знаю фильм «свои». «Свои». «Свои», говно у вас они назвали. Понимаешь? Не, ну, правда, название, но я не могу. Вот сейчас ты мне начнёшь говорить, какие там люди. И я сразу такой, а, прикольно. Ну, я вот запомнил. Вот ты мне скажи «свои», я знаю, что это за команды. Что это за команды. Это которые победили в этих... Проиграли они Курским жёстко в четверти, но они выиграли у Воронежа. Были в красном. Там смешной парень есть. Ты сейчас вообще описал любую команду. Если я вот смотри, я вижу таблицу, что проиграли... Выиграли у Воронежа, проиграли этим. Они были в красном, у них смешной парень. Нет, ну, правда. Ну, хорошо. Я прям помню. А чем это отличается от описания команды, например, «Бестыжи»? Там тоже есть парень, а они могут быть в красном. Нет, «Бестыжи» там есть этот с кирпичным лицом, есть этот с завязанной гулькой. Блядь, это человек настоящий. Нет, ну, правда. Он есть с черным такой, завязанный, с бородой. Есть такой суровый у них. Короче, названия свои, это же лично мое мнение. Что ты у вас парень? Ну, хорошо. Оно мне не очень. Потому что, ну, прикольно, когда ты, о, и понимаешь, что это. А мне, кстати, и разные не нравятся названия. Разные. Что разные? Тебе хоть одно название нравится? Да, я сказал, суровые, жигулевские. Ну, еще будут, которые мне нравятся. Мы просто до них не дошли. Знатные, кстати, мне нравятся, но они действительно выглядят знатно. Ну, ты помнишь, они... Там только Никита выглядит знатно. Этого достаточно. А разные, кто там разный вообще? Они все разные. Ну, они разные национальности? Нет. Ну, и все. Давай. И в одну восьмую. Эйч, соответственно, отправляется команда «Тотальные Москва». Тотальные. 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 Хорошее название? По-моему, хорошее. Ну, нормально. Но, естественно, мы их знаем, потому что они играли в М1. Да, знаем, конечно. Естественно, команда из М1 мы знаем очень хорошо. Мы надеялись, что «Тотальные» в М1 как-то зацепятся получше, но они, к сожалению, проиграли в первой игре. Я даже был тогда рефери, по-моему. Да, я был рефери, когда они играли. Я почему-то в какой-то момент игры прям искренне переживал, когда был отрыв, и они проигрывали. Но, к сожалению, они продули, и, наверное, прикольнее будет посмотреть на них в М2, потому что они могут теперь расслабиться без этой ненужной ответственности и поиграют подольше. Так. Ну что, теперь мы выберем, соответственно, командам, которые вы видите на экранах. Ну, подожди, понятно? И свои. Посмотрите, у них даже вот такое. Вот такого размера. У всех нормальный формат. Вот такое. Четыре буквы. Почему не твои? Он доебался, да? Мои. Мои. Мои хорошее название было. Их. Даже можно сказать ихрие. Вот, ихние. Прикольное название. Типа, почему они неправильно назвались? И все обсуждают в кулуарах. В кулуарах-то только такие обсуждения. Итак, в одну восьмую А. Сейчас мы выберем соперников для этих восьми команд. И в одну восьмую А в команде спонтанной отправляется. Бестыжие. Что я сегодня в Бестыжих выкинул? Может, у меня просто все Бестыжие? Здесь все Бестыжие. Бестыжие, Москва. Бестыжие. 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 Бестыжие, парень. Завязанный. Вот, видишь? Я помню всех. Это ты никого не помнишь. Те названия нужны яркие. А я всех помню. Зато я не описываю людей, что у них кирпичные лица. Ну, там не кирпичные лица, который похож на Бога там. Который, этот, 9 на 12 у него лицо такое. Стандартное, как у всех. Вот такое. Никогда не задумывался, что действительно у Бога есть какая-то конкретная внешность. Я думал, что это довольно собирательный образ. Ну, ладно. Ну, она есть. Ну, да. Ну, что, 1-8 спонтанные Бестыжие. Есть у нас первая пара. Ну, ты знаешь, что религии бывают разные. Да, знаешь. 1-8 Б. Соперники к команде Суровые. Отправляются Сибирский, Новосибирск. Это новая команда. Да. Здесь, собственно, все новые остались. Мы первых вытащили Бестыжих. Да, ну, просто мы от Смой... Оооо. Что? Там есть чувак. Это вообще пожар. Он как будто из Монополии выпрыгнул сразу в эту команду. И вот такие усища. Это оттуда? Да. Да? По-моему, да. Да? Да. Или из острова Сокровищ. Да? Нет. Нет, это оттуда. Вот с такими усищами. Вот такие усища у него. Блин, да. Я вспомнил эту команду. Короче, Сибирский Новосибирск. Ну, с одной стороны, все понятно. Сибирский Новосибирск. С другой стороны... А с кем? С Суровыми. Надо быть Новосибирску сообщить, что Сибирь чуть больше, чем Новосибирск. Ну, пожелаем удачи. Им попалась прям серьезная команда. Суровые – это сильный соперник. Ешьем? Да, дубль четыре. Надо Лехе сказать, что когда продолжаешь съемку, это не дубль. Где-нибудь опозориться? Где-нибудь друзья будут? Просто мы-то друзья. А-а-а-а! Дурак! В одну восьмую. Громким. В сопернике громким. В одну восьмую – С. А я напоминаю, что чем раньше проиграют громкие, тем честнее наша лига. Отправляется команда. Тайные. Санкт-Петербург. Тайные Санкт-Петербург – это первая в истории нашего проекта женская команда. Я правильно говорю? Да. Да. Тем удивительней, что они называются тайные. Да, да, да. Я понимаю, что в каждой девушке должна быть тайна, но в каждой девушке еще должна быть логика, которая должна была подсказать, что надо назваться так, чтобы мы сходу вспомнили – это девочка. Ты просто плохо запоминаешь слова. Я вот сразу запомнил. Тайные – это девочка. Ну, это понимаешь, знаешь, как мышление по ассоциациям. Да. Вот тайные, я вообще придумал, девочки, они всегда такие типа тайные. Вот и все. Просто я в своей жизни играю в глобальный иммагинариум. Понимаешь? У меня все ассоциативно. Я хочу услышать. Вот, допустим, они бы… Ну, я не говорю, что называться было женские. Ну. Это тоже туповато. Туповато. Ну, как-то вот, ну, по-женски. Ну, тайные, но не по-женски. Ну, нет. Это по-масонски как-то. Это… Ну, блин, ну, хочется… Хочется… Что за тайные? Так. В одну восьмую. Пад… 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 В одну восьмую – Д. В пару к знатным, к финалистам. Отправляется команда «Несерьезный Ярославль». «Несерьезный Ярославль», напомни. Это новая команда. Да. И это… А-а-а! Все! Что? Я знаю, кто это. Я знаю, кто это. А-а-а! Мне кажется, у меня кое-что срослось. Да? Дело в том, что за знатных играет девочка Таня. Да. Ты так не дал мне договорить. Получилось, что я не знаю, как ее зовут. Естественно, я знаю. Татьяну Хватову знают все. А, кстати, Таня одна из тех, кто ведет прямые трансляции в телеграм-канале «Громко и весело». На него обязательно надо подписаться. Там всегда есть прямые трансляции игр. Прямые трансляции всех батлов. И еще там выкладывают очень много всего прикольного. Ссылка будет под видео. Телеграм-канал «Громко и весело». Подпишитесь обязательно. Так почему она что-то говорит? Она, дело в том, что живет чуть-чуть в Ярославле, чуть-чуть в Москве. И она, вот на том видео, которое мы видели и выбирали команду Ярославля в сезон, она ведущая их шоу. И вот теперь ученики могут превзойти учителя или же учитель. Доказать ученикам, что он учитель. Но это будет интересно точно. Это, в общем, интересно, да. Получается кунг-фу. Получается. В одну восьмую. К разным. К команде разные. В одну восьмую Е. Там один человек молится за кадром. Странно, кто это может быть. В одну восьмую к разным отправляется команда... Добрый Воронеж. Добрый Воронеж. Что это за команда? Друзья, это команда, которая тоже не принимала участия в наших играх. Да. Она из Воронежа. Не принимала участие в нашей жизни долго. Она принимала участие в нашей жизни. Эта команда, кстати, была на школе кастинга, который проходил в прошлом летом в Москве. Так что мы их знаем и помним. И вообще знаем много людей оттуда, потому что они из Воронежа, правильно? Конечно. Некоторые даже с тобой играли в одной команде КВН. И такое было. Поэтому. Но получается в разных почти все из Воронежа. Все из Воронежа. Все будет сильно из Воронежа. Вообще предлагаю эту игру провести в Воронеже. Заодно люди придут. Разные добрые. Ну что, в одну восьмую Ф в пару к Жигулевским отправляется команда... Кадровый Екатеринбург. Ещё одна команда, у которых... Лупое название. Почему глупое-то? Что за кадровые? Ну при чём тут Екатеринбург? Кадры. Давай, что ты знаешь про Екатеринбург? Екатеринбург? Ну, Свердловск, нет? Окей. Свердловские. Было же плохо. Там есть «Расстреляли царя», «Расстреляли царя», «Расстрельно-царские», «Ельцин-центровские», «Уральские». Ну ладно. Кадровые – это команда, которую мы когда... Кадровые? Что за кадровые? Отсматриваем. Такая команда. Я представляю, что приедут очень взрослые, толстые женщины из отдела кадров. У них шоу называется «Кадры», и у них логотип их шоу похож на маски «Шоу». И в одну восьмую «Джи» в пару к своим. С завязанной головой. Нет. Где завязанная голова? Завязанная голова – это бесстыжень. Не обижайтесь, кстати, на завязанную голову, мы так Матвиенко всегда называем. Сюда отправляется... К своим отправляется... Большие Санкт-Петербург. Большие Санкт-Петербург. Это команда... Ты сейчас скажешь, что ты их знаешь и помнишь, и большие тебе понятны, почему большие. А я говорил. Я говорил. Нет, я команду, я помню. Ну, и запиши. Ну, как тебе описать её? Люди. Тогда своим не поздоровится. Против них люди в этот раз. Большие Санкт-Петербург. А, я вспомнил. Это дерби двух столиц. Я вспомнил. Между прочим. Всё, я вспомнил. Больших вспомнил? Да, вспомнил. Кто это? Там есть такой парень, его зовут Никита. А-а-а! Да, всё, Большие, Никита. Всё, мы вспомнили. Да. Ура. И, соответственно, в одну восьмую, тотальным, в одну восьмую Эйч отправляется команда... Вообще, конечно, тотальный везучий коллектив, я считаю. Чтобы... Ну, мне просто кажется, что им достается сразу очень сильный соперник. Это фантастический Санкт-Петербург. Это команда, которая была на школе кастинги, который проходил прошлым летом. И она там заняла третье место. Или второе место на кастинге? Нет, она не заняла третье-второе место. Ну, так бывает. Пусть у меня всего три, если их занял кто-то другой, то нельзя тоже занять второе место. Я помню, что эта команда, это вообще не секрет. Мы же после школы кастинга выбирали восемь команд на сцену М1. Да. И вот команда из Санкт-Петербурга, она всё время вот вокруг да около. Вот мы её даже иногда вписывали, потом выписывали. Ну, короче, это были прям явные претенденты. Собственно, вот нам казалось, что они и тотальные вот так вот шли по фестивалю. И вот теперь, собственно, есть отличный повод доказать, кто из них круче. Выяснить. Да. Ну что, все, а одни-восьмые, одни-восьмые все перед вами. Важно сказать, что дальше, ну, это же сетка, правильно? Да, абсолютно верно. Видели, как я спросил у кого-то? Да. Правильно? Правильно. Значит, победители вот так вот, вот так. Давай, я по линей. Соответственно, победитель А попадёт на победителя Б, победитель С попадёт на победителя Д. Ну, соответственно, Е на Ф, G на H. Ну, и потом вот эти две победители вот так, эти два здесь вот так. Потом тут финал, поняли, да? Тут будет пониже. О, тут будет счёт. Всё понятно. Да. Ну, короче, всё понятно. Я кажется, прикольно. Москва 2. Есть прям вообще невероятно интересные игры. Например? Ну, я прям очень хотел бы увидеть вживую игра тотальной и фантастической. Я бы прям сходил на игру разные добрые. Конечно же, громкие тайны. Знатные и несерьёзные. Знатные и несерьёзные, да. Да, ну там, я вспомнил это Ярославль, да. Просто, если дальше начну перечитать, получается, я бы сходил на все. Наконец-то! Наконец-то! Жеребьёвка сцены Москва 1. Не то, чтобы нам было скучно там, но просто здесь команды, которые мы знаем очень хорошо. Да. Мы не то, что были на этих играх, мы сидели в жюри, мы были рэпери на этих играх. Это восемь, на наш взгляд, лучших импровизационных команд в нашей стране и даже в родной стране по соседству. Абсолютно верно. Как мы будем проводить жеребьёвку Москва 1? Точно так же, как жеребьёвку Москва 2. Мы разделили восемь команд на две корзины, по четыре команды в каждой. В первую корзину у нас отправились четыре, ну, сильнейшие команды по итогам прошлого сезона. Это четыре полуфиналиста прошлого сезона. Это команда Трезвый Брянск полуфиналист, это полуфиналист Такие Томск, это финалист Неудержимый Нижний Новгород и действующий чемпион нашего проекта, команда Люты Истамбова. Кто попал во вторую корзину? Во второй корзине, на мой взгляд, команда, ну, мы потом про неё скажем, давай, сейчас просто. Кайфовый Краснодар, Курский Курск, сносный Ростов-на-Дону и Минский Минск. Курский Курск попали на сцену Москва 1 по итогам прошлого сезона, они выиграли сцену Москва 2 и, соответственно, они в этом году будут играть в М1. А Минский Минск выиграли места в наших сердцах. Даже карточки чёрные, модные, типа, М1. Потому что это, типа, да, это, типа, как, да, как. Сейчас эти смотрят, а тотальные и разные, и думают, блин, ну что ж там были. Мы тоже были на чёрных карточках. За разных особенно обидно, они смотрят прямо сейчас вживую, а потом на видео посмотрят. Жеребьёвка сцены Москва 1. В четверть финал А отправляется команда «Неудержимый Нижний Новгород». Одна из моих любимых. Я прям не стесняюсь буду. Да это одна из любимых вообще вот люди, которые ходят на батлы, импровизация команды. Вот эта команда, мне кажется, самая любимая у всех. Даже несмотря на то, что они проиграли в финале. Но они в финале практически до самого конца лидировали. Я помню, что на школе кастинги, когда они приехали, я прям сразу вот подумал, что какая крутая команда. И долго ребята раскачивались, раскачивались. И я рад, что когда мы их взяли в сезон, они прям не подвели. Не подвели. Они прям дошли уверенно до финала. Я, получается, даже два раза был рефери именно на их играх. Мне везёт на «Неудержимых». Я был рефери на финале, и они очень сильно упустили своё чемпионство в прошлом сезоне в одной импровизации. Но они проиграли сильной команде. Сильной, сильной, конечно. Ну, мне, во-первых, нравится, что вот они такие самобытные. Нужно не пытаться стать другими, не начинать бегать, прыгать. Они забавные в том, что они такие. А совет просто нужно не отпускать игры. Да, не отпускать. Потому что, когда даже кажется, что ты уже победил, и ты начинаешь расслабляться, всё очень сильно может поменяться. Это вообще всех команд касается. Потому что у нас сейчас система судейства, когда иногда может показаться, что уже после второй игры всё ясно. То есть, что-то минус 10 по очкам. А на самом-то деле, в итоге, можно очень легко проиграть, если ты ведёшь. И можно победить, если ты проигрываешь. Вот обычно у нас команды начинают проигрывать и стухают. А у «Неудержимых» было обратное. Они в финале начали вести, и в какой-то момент подумали, что ребята из Тамбова... А ребята из Тамбова, если бы вы видели, как они выглядят, вы бы поняли, что они, скорее всего, не сдаются никогда вообще. Даже в жизни. Поэтому вот надо держать игры до последнего. Продолжим. В четвертьфинал «Б» отправляется команда... Какую взять, скажи? Давай вот эту. Вот эту. В четвертьфинал «Б» отправляется команда «Лютые Тамбов». Вообще, мои кумиры. Ну, что им сказать? Никаких советов. Вообще, на самом деле, в финале играли две мои любимые команды. Во-первых, это показывает то, какой я охерительный аналитик. Я говорю, у меня вкусно команда. Какая у тебя чуйка вообще, невероятная. Я пришел и сказал «Они и они». И они, и они дошли до финала. Правда, ну, крутейшая команда. Они, вот знаете, я люблю команды, от которых, казалось бы, ничего не ждешь. Стоят такие просто пацаны. Стоят, стоят, выходят и скажут какую-нибудь шутку. И все, и ты сидишь... Как чуй, тебя отщепучили вообще. И... Ну, крал классный, чуваки. Да классный, конечно. Прям крутые. В четвертьфинал «Ц» отправляется команда... Какую взять? Такие Томск. Такие Томск. Такие Томск, кстати, ну, для меня, честно, неожиданно победили кайфовок в прошлом году. Я думал, что кайфовый победят в 1-4. Да. Но такие Томск победили кайфовых. И потом они играли в полуфинале с лютыми. Да, и это была прям крутая игра. То есть, не сказать, что лютые, которые стали потом чемпионами, что прям они выиграли однозначно. То есть, там прям боролся Томск. Поэтому Томск прикольная команда. И с ними будет непросто всем. Особенно... Пока не знаем. И, соответственно, в четвертый четвертьфинал отправляются Трезвый Брянск. Четвертьфинал Д. Трезвый Брянск это команда... Трезвый Брянск это команда, которая выдала, по-моему, самый крутой вообще батл в четвертьфинале М1 в прошлом году. Да, они набрали 68 баллов. Вот важно понимать, что... 69. Да. 69 баллов больше не набирал никто и никогда. Точно? Да. Ну, в М1 точно. Но в М1 точно. А в М2 тем более, я думаю. В М2, возможно, в трёх играх 69 набиралось. Но Трезвые решили, что не стоит уж так сильно разматывать М1. И во второй игре они набрали 14. 14. Трезвым мы желаем стабильности. Да. Хотя бы... Можно, например, не набирать 69, а набирать всегда 45. Ну, 14 это прям... Это прям 14. Сколько игр у нас? 6? Да. То есть, это даже не... Нет, 5. 5? Нет, 6. 6. Нет, 6. 5. Нет, 6. 6? Да. То есть, это даже не 3 балла за игру. 14. Это 14. 14. Так. Ну что, теперь выбираем соперника. Самое интересное. Самое интересное. Вот это тащи. Или как вы хочешь. Самое интересное. Нет, давай, давай, первую ты. В четвертьфинал А. Пару к неудержимым. Отправляется команда. Кайфовый Краснодар. Уф, это должен быть пожар, ребята. Всех в стендап-сторе вообще ждем. Это будет огниво. Мы так говорили про игру кайфовые такие, что будет огниво. Да, но кайфовые проиграли. Чуть действительно все не сгорели тогда. Нет, на самом деле... Чуть не закрыли проект. Кайфовый Краснодар. Что это за команда? Я очень люблю эту команду. Они на школе-кастинге, который проходил прошлым летом. И который вы, кстати, можете посмотреть. Ссылка на него будет под видео. Эта команда выиграла школу-кастинг. И нам казалось, что это точно, если не главный фаворит, то один из фаворитов прошлого сезона. Я, конечно, сразу ставил на Тамбов и Нижний. Ну, конечно, да. Нет, ну правда, нам казалось, что это одни из фаворитов. И чтобы интригу посеять, они проиграли в первой игре. Проиграли, да. И в этот раз им придется не сладко. Я подумал, что это круто. Во-первых, неудержимые должны доказывать, что они не случайно были в финале. И мне кажется, все-таки, неудержимые достаточно легко дошли до финала в прошлом году. Потому что как раз в полуфинале они играли с трезвыми, которые набрали 14. А как известно, когда команда набирает 14, то ты можешь просто мимо ходить, иногда что-то говорить и набрать 15, например. И победить. А в первой игре тотальные, ну действительно, они смогли навязать тоже борьбу. Там был крупный счет. Вот неудержимые в этот раз с ходу на кайфовых. А кайфовые, ну что, проиграли в первой игре, пусть доказывают, что мы не ошибались в них. Конечно. Ну что, неудержимые кайфовые, первый четвертьфинал и четвертьфинал Б. А, еще ж теперь и лютые, и неудержимые, и кайфовые в одной половине сервиса. Да, это у нас в полуфинале. Это значит трезвые могут... Может быть повтор прошлого финала. Да. А трезвые могут набирая 16-15. Ну что, в четверть, в четвертьфинал Б, в пару к лютым отправляется команда. Ну, знаешь как, и жалко, потому что ребята новенькие. А с другой стороны, мы им, я считаю, выдали самый роскошный аванс этого сезона. Это Минский Минск. Нам кажется, что мы вот хотели посмотреть эту команду в деле. По-моему, нет более серьезного соперника для того, чтобы понять, кто ты есть на самом деле, чем Тамбов. Вот, ребята, выигрывайте Тамбов и доказывайте, такая задачка, да? Да, выигрывайте Тамбов, докажите, что вы что-то стоите, ребята. Сейчас эти сидят, знатные, разные. О, мы выиграли Тамбов, нас не взяли, а разные и не выиграли Тамбов. Так. Четвертьфинал, такие Томска, в пару к команде из Томска, отправляется команда Курске, Курск. О, это очень интересно. Это тоже новички, но это чемпионы. Это чемпионы М2. Им авансов никто не выдавал, они просто выгрызли свою путевку. Если бы вы видели хоть раз Курских, вы понимаете, что если бы они ее не выгрызли в игре, то они бы ее отобрали. После игры. После игры. Но Курские очень интересная команда, на них реально будет интересно посмотреть в сезоне М1. Это такие пацанчики. Да. Пацанчики из Курска. И таким будет очень нелегко. Да. Но и Курским будет нелегко, потому что Курские в М2 столкнулись с серьезным соперником, наверное, только в полуфинале с Минскими, и то Минск. Да, они еще выбирали там себе соперника в 1-8, выбрали слабенького, естественно. Да, поэтому Курск сразу тоже попадает на отличную команду для проверки. Ну и, соответственно, к трезвым попадает команда Сносный и Ростов-на-Дону. Те самые Сносные, которые трезвым просрали в том самом эпическом батле, который был в прошлом четвертьфинале. И я не завидую Сносным, потому что мы знаем, что как только брянские ребята видят перед собой Ростов, они сразу, блядь, от страха набирают 69 баллов. Блин, это невероятно, конечно. Но зато, блядь, это же круто. Опять, это очень круто. Смотри, Ростов захочет отомстить. Ростов тоже, кстати, команда, которая... Вот Ростов занял второе место, третье место на школе-кастинге, и тоже был фаворитом, и слетел в 1-8. У Ростова зуб на Брянск. В этот раз они захотят победить. И, кстати, Ростов действительно, они набрали 68 баллов. И проиграли. На любой другой игре хватило бы, чтобы победить. Этого даже бы хватило, чтобы полуфинальный Брянск победить 4 раза. Но в той самой супер-игре, первой игре, эта игра, кстати, открывала, нам тогда казалось, что если все игры будут проходить так, то финал будет в крокусе. Но потом случилась игра, такие кайфовые. Да, да. Наши чуть не выиграли. К сожалению, Netflix не позвонил, к сожалению. А трезвые, кстати, трезвые, вот пусть доказывают, что это было не случайно. Вот у нас есть два результата, 14-69, вот давайте посмотрим в этой игре. Это круто. Вообще, вот эта половина очень интересная, непредсказуемая. Вот кто здесь выйдет в финал? Ну, я. Ну, кто? Давай прогноз. Какой прогноз? Ну, смотри, я считаю, что в финал будет, в финал будет, в финал будет, в финал будет Курские против, ну, тут я не знаю, но мне кажется, там Курские самые сильные. Не знаю. Ну, а кто вот из левой половины выйдет, кто угодно. Из левой кто угодно? Ну, блин, я не знаю. Нет, ну, в правой половине, мне кажется, Курские самые сильные. Ну, из левой половины вообще непонятно. Ну, я, как всегда, что, неудержимые же мои любимые и лютые. И лютые. Но, если в финале будут другие команды, возможно, мои пристрастия поменяют. Вообще, место в моей душе нужно постоянно подтвердить. Это не раз и навсегда, это не любовь такая, как женщины. Все может поменять. Ну, что? Мне кажется, мы навели шороху в этой дыре. Вообще. Это была жеребьевка М1, М2. Что? Зачем? Почему опять тревожное? Скорее всего, так в Ростове сейчас там, да. Так, ребята, ну что? Вот такая вот жеребьевка сцены Москва-1 и сцены Москва-2 в проекте импровизация команды. Ходите на баттлы. Ходите и смотрите на импровизацию своими глазами. Болейте, поддерживайте команды. Чтобы узнавать обо всех играх, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм импровизация команды. Подписывайтесь на Телеграм-канал громко и весело. И если у вас не получается прийти, следите онлайн за всеми баттлами. Все это будет под видео. Пишите комментарии, пишите свои прогнозы, кто где победит, правильно? Да. Мы узнаем, что вы вообще думаете об этом. И... Всем удачи. Давай командам пожелаем удачи. Кому-то сразу достались очень серьезные соперники. Кому-то попроще. Главное, никому не расслабляться, никому не радоваться. Пусть чемпионом станут все, хотя чемпионов будет всего два. Всем удачи. Пока. Ебать мы сделали зарядную информацию. Пиздец.